Продолжение следует... И растительное масло для жарки. В миску для смешивания сначала выливаю кефир. Его необходимо брать комнатной температуры. Но если у вас времени нет, значит подогрейте его немного в микроволновке. Холодный кефир я бы брать не рекомендовала. Дальше сюда отправляем соль. Добавляем сахар. И хорошо перемешиваем. Теперь я сюда буду добавлять муку, предварительно ее просеивая. Муку буду добавлять не все сразу, а где-то в 2-3 приема. Я добавила часть муки. Сейчас перемешаю до однородного состояния. Теперь добавляю оставшуюся муку. И ее просеиваю. Теперь я сюда добавляю соду. И все вместе уже буду быстро перемешивать до однородного состояния. Нам долго мешать тесто не надо. Главное, чтобы оно все соединилось. Иначе у нас оладьи не получатся пышными. Тесто получается достаточно густое. Это нормально. Я ингредиенты смешала. Больше теста перемешивать нельзя. Теперь его отставлю в сторону. И буду разогревать сковороду. Я на сковороду добавляю растительное масло. И хорошо ее разогреваю. Масла добавляю не очень много. Для первой порции я добавила его побольше. А затем масла буду добавлять уже меньше. Тесто будем выкладывать, когда масло хорошо разогреется. Я буду жарить оладушки не очень большие по размеру. Выкладываю при помощи 2 ложек. Тесто напоминаю, ни в коем случае больше не перемешивайте. Оставляю место между тестом так, чтобы ему было куда расплыться, когда оладушки начнут прогреваться. Жарить буду до золотистого цвета с обеих сторон. Когда снизу начинает образовываться корочка, я их переворачиваю на вторую сторону. И продолжаю жарить с обратной стороны. Переворачиваю аккуратно и при этом не придавливаю. Жарить на огне необходимо ниже среднего, чтобы оладушки успели пропечься внутри и при этом не сгорели снаружи. Выкладываю их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Продолжаю дальше выпекать. Размер оладушек можете регулировать по своему желанию. Вы можете выпекать их больше, меньше. Но мне нравятся не очень крупные. Вы можете заметить, что по мере прогревания теста оно увеличивается, переподнимается. Но самое главное, что оно потом так и остается. Эти оладушки назад не опадают. Главное не увеличивать количество сахара, а добавлять столько, сколько я указывала в рецепте. Чтобы быть уверенным в том, пропеклось ли тесто внутри, обратите внимание на боковые стороны. Здесь не должно быть видно сырого теста. Если тесто становится с этой стороны матовой, значит оладушки внутри будут готовы. Вот такое количество оладушек у меня получилось из указанных ингредиентов. Их здесь достаточно много. Они у меня уже практически остыли, но вы видите, что все равно они держат форму, не опадают. И давайте я вам вот нижний разломаю, который первый выпекался, покажу, как они выглядят внутри. Тесто, несмотря на то, что оладушек крупный, пропеклось. Сверху золотистая корочка. Это будет очень вкусно. Если вам мое видео понравилось, не забудьте меня поддержать. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк, делитесь этим видео со своими друзьями. Мне будет очень приятно, если вы будете готовить вместе со мной. Приятного аппетита! Живите вкусно! Всем пока и до новых встреч!